Всем привет! Завтра уже 31 число, и я наконец-то забрала все посылки с почты, которые только могла забрать. Слава богу, что они вообще приехали и дошли до нового года, и я спокойно могу сделать подарки всем своим близким. Также тут просто какие-то аксессуары, и это распаковка с Шейной, и также тут еще некоторые покупки с барахолки и с одного американского сайта. Эти посылки лежат уже где-то дня 3-4, и я их очень уже хочу распаковать, так что давайте начнем мы с Шейна. Кстати, посылка одна, которую я заказывала еще в начале ноября, она так и не приехала, что очень грустно. Я люблю украшения Шейна, кто бы что ни говорил, потому что мне постоянно все надоедает, и я люблю все менять, а там сейчас просто огромнейший выбор всего подряд. Я заказала вот такую вот подвеску, она серебряная, что очень хорошо. Не знаю, насколько она качественная, честное слово, все стоило, я не знаю, сколько он стоил, наверное, рублей 100-200. Мне кажется, что это очень круто. У меня очень много всяких подвесок и украшений Шейны, если вы не видели распаковки, то посмотрите, они есть уже на канале на ютубе, вот, все везде показываю, рассказываю и так далее. У меня тут какой-то пакетик, что это? Я заказала себе кофту в виде сеточки, я очень люблю оверсайз-пиджаки, можно посмотреть в моем инстаграме, там постоянно фотки в оверсайз-пиджаке. Мне очень нравится, когда носят, например, черное нижнее белье, и сверху надевают вот такую вот прозрачную кофту, и сверху, если надеть пиджак, то будет выглядеть просто потрясно, я не знаю, но стоило реально рублей, наверное, 200-300. У меня есть такая же, только белая, с какими-то солнцами, лунами и так далее. Качество вроде хорошее, ничего, нигде нитки не перчат, а сделано вроде хорошо. Давайте дальше. Там сейчас такой огромный выбор всяких крутых перчаток, и я решила чисто заказать попробовать, потому что я никогда такое не носила. Это вот такие перчатки в сеточку. Я не понимаю, зачем вот эта дырка, она типа для мизинца или для чего? Нить! Ну что, я крутая? Мне кажется, круто. Окей, дальше. Дальше я очень давно хотела себе заказать голубой берет, потому что, мне кажется, это крутое сочетание, когда у тебя темно-коричневые волосы и такой светлый-голубой берет, и это выглядит прям очень круто. Я вот себе сделала голубые ногти, и, не знаю, мне прям очень нравится сочетание. И мне приехало вот это. Я смотрела на картинку, да, он был немного темноват, но я думаю, ну блин, ну нормально, все. И в итоге он приехал прям такого темно-синего-голубого цвета. Думаю, что для какой-то фотки, может быть, и сойдет, но на самом деле мне он ужасно не нравится, он еще ужасно тонкий, и, наверное, он на голову поменьше, потому что мне он вообще не подходит, так что я ставлю минус. Я расстроена, но стоил он недорого, так что окей. Я не знаю, чем я думала, когда я это заказывала. И заказывала я это для поездки, которая состоится у меня в феврале, наверное. Я заказала себе платье. Оно очень красиво выглядело на картинке, и я такая думаю, боже, я буду как греческая богиня. Вот так вот оно выглядит. И оно совсем не такое, как я хотела, потому что передняя часть просто выглядит как кусок какой-то тюли. Там вообще не видно ни талии, ничего, но сделано оно, правда, очень качественно. Я вставлю, наверное, вот здесь вот видео, как я подружкам записывала в телеге, как оно выглядит. Не знаю, 50 на 50 я бы не заказывала такое. Я не уверена, что буду носить это. 100% я сделала какую-нибудь красивую фотку в нем, и думаю, на этом я его просто отложу вот так. Давайте теперь перейдем к американскому сайту, с которого я заказывала вещи в подарок. Небольшое отступление, я узнала, что у них есть еще магазин на Алиэкспресс, так что в описании будут две ссылки. И я очень извиняюсь, я потеряла ссылки на вещи, но обязательно прикреплю просто сайты. Я уже их распаковала, потому что там очень много пакетов и упаковки. Первое, что я заказала, это были джинсы. У них еще вот здесь вот такая вот дырка. Суть в том, что у них талия, она вот на таких вот замочках. Вот так. И я не знаю, в чем у меня прикол, но я себе заказываю штаны размера М, зная, что у меня, ну блин, XS. И это какая-то проблема, потому что мне страшно, что все штаны будут не короткие, потому что у меня рост где-то 1,68 м, и многие штаны мне короткие, поэтому я заказываю всегда размер больше. И в итоге они проходят мне длинные и широкие, и я их не могу носить, так что эти штаны и джинсы отличного качества я отдам своей подруге. Может быть, ставлю видео, как она в них выглядит. Дальше просто самый офигенский свитер. Он очень крутого качества, во-первых, и у него очень крутой принт. У него есть такие специальные дырочки вот здесь вот и на плечах, что очень классно выглядит, когда его носишь. Очень теплый. Ни разу не пожалела, что я бы заказала. Вот так вот. Подарок моей подруге. Я искала ей какой-нибудь угарный свитер, потому что она часто носит свитера, и я хотела что-то, чтобы произойти прям смешно-смешно. И в итоге я нашла на этом сайте свитер с коровами. Я как-то прислала имел, типа, мы. В принципе, свитер очень теплый, он точно такой же, как в полоску, но единственный минус, что вот этот принт, он просто каменный. Я не знаю, я в потерянности, потому что это не самые дешевые вещи, и как бы круто. Хотя бы для фотки какой-то или куда-то пару раз ходить ей понравится. Главное, внимание, я не знаю, у меня уже нет времени искать новый подарок. И последняя вещь, которую я заказала, я ужасно расстроилась, что оно мне пришло не по размеру. Это вот такое вот платье. На картинке оно выглядело обалденно. Я не знаю, зачем я заказала размер М. У меня S или XS, но я боялась, что оно мне будет коротким. И оно, правда, довольно короткое, но при этом оно мне не подошло в талии. Но по качеству оно просто потрясающе. Очень красивая ткань, очень классный воротник. И мне оно не подошло вот здесь, потому что вот здесь вот такие замочки. И оно просто у меня на талии вот так висит. Что просто ужасно грустно. И я крайне расстроена. Не знаю, что пока делать с этим, но придумаю. А также я сходила на уделку, и я докупала подарки своим знакомым и друзьям, с которым я празднуют Новый год. У меня есть знакомый, который курит. И мы пока ходили по уделке с моим другом, просто нашли какие-то старые сигареты из Ленинграда. И я ему купила любительские сигареты. Табачная продукция Ленинграда. Я не уверена, что их можно курить. Я спросила, мне сказали, можно. Насколько это безопасно и насколько этим можно не отравиться, я не знаю. Так что я это купила чисто по приколу. Дед, я не хочу их распаковывать. Мне сказали, можно курить. Можно? Ну да, я такая, ну ладно. Ты не рожешь? Я говорю, что высушила специально. Охуеть! Спасибо большое, это охуенность. Пиздец. Как они называются? Любительские. Любительские. И в принципе, это все покупки, которые я сделала за последнее время. Всем спасибо большое за просмотр. Всех очень сильно люблю. Целую всех с наступающим Новым годом. Или уже с Новым годом, если вы смотрите это после. И всех люблю. Пока!